Понято с трудом означает, человек страдал, шел нередко наугад, ломая жизненный уклад, и только промахом был рад, женщину любил нету, видел в жизни суету, и потом раз, и понял что-то с трудом, и жизнь его поменялась. Вот это и есть знание. Если человек начитался чего-то там, он не применяет это никогда в жизни, всем рассказывает, как надо жить правильно, это не знание. Знание есть в уме, это просто начитанность, а есть знание в разуме, это когда человек меняет свой жизненный уклад, и такое знание всегда постигается с трудом, а то, что понято с трудом, то мне дороже. Это означает разумная платформа жизни, то, что понято с трудом. Невозможно человеку просто так бросить курить, пить, это с трудом происходит. Ну, с трудом над собой. Опять же, некоторые люди думают, что надо заставить себя бросить пить курить, это бред. Только замена другой энергии счастья. Человек получает другую энергию счастья, он перестает интересоваться ненужной. Например, человек гуляет. Почему он гуляет? Потому что он, не получив более высокой энергии любви, когда он видит верность, гулять не хочется. Если ты чувствуешь верность от близкого человека, чистоту в отношениях, гулять просто не хочется. Не интересно, потому что более высокий уровень любви. Когда человек получает миссию, цель в жизни, ему не хочется курить, пить, потому что он получает более высокий способ жизни. То есть его жизнь становится счастливой, наполненной. Какая-то цель должна быть, допустим, я видел плакат в Москве, парень такой молодой, как бы, против наркотиков реклама. И он говорит, как бы, живи наполненно там, или живи сильно, как бы, стань счастливым, стань сильным. Он там боксерские перчатки, что-то там еще держит. Ну, то есть спорт — это реальная замена наркотикам, это факт. Потому что спорт — это цель жизни для молодых людей. Потому что когда человек развивает свое тело даже, он развивает характер в это время, это цель жизни. Есть вообще разные уровни цели жизни. Для каждого человека свой уровень. Первый уровень — это уровень отношений с своим телом. И человек просто начинает работать над собой всегда одним и тем же способом. Он начинает соблюдать режим дня и меняет питание свое. Пытается по-другому питаться. И он говорит, это цель жизни. Все, вот это и есть цель жизни. Сыроедение — цель жизни. Ну, то есть это определенный уровень развития человека. Дальше он, когда более развитым становится человек, у него начинает переход из грубого тела в энергетическое тело идти. И он тогда целью жизни ставит уже не питание, а движение. То есть цель жизни — это что такое? Это для него в горы ходить, бегать, прыгать, закаляться. Ну, то есть он движение становится, это цель жизни для него движение. Еще более развитый человек, развивается еще сильнее, он переходит на платформу уже не энергетическую, а умственную. И на умственной платформе он начинает видеть глубину этого мира, начинает интересоваться эзотерикой, пытается видеть тонкое пространство, что-то там ищет как бы в этих тонких вещах каких-то невидимых. Унылая пора, чьи очарования, приятна мне твоя прощальная краса, люблю я пышные природы увиданье, в огреции золото одетые леса, в их сенях ветра шумит, свежее дыканье. Начинает чувствовать душу во всем. Месяц свои блески по лугам рассыпал, то есть он живой стал месяц. Стройные березки, стройные березки, шепчут что-то липом. Ну то есть общаются между собой они. Когда человек влюбляется, он тоже начинает одушевленно видеть весь этот мир. У него вот эта платформа умственная в результате влияния любви начинает видеть живым этот мир. То есть более глубокое восприятие мира становится. Это уже умственная платформа развитая человека. Там же находится, на умственной платформе находится глубина отношений между людьми. Его интересуют уже чистые светлые отношения. Чистая светлая жизнь на этом уровне человека интересует. Ему надо на природу куда-то уехать, там сажать травку, солнышко смотреть, бегать за бабочками там и так далее. Ну то есть он уже такой, как бы он видит красоту мира, счастье настоящей жизни, чувствует такой человек. Это умственная платформа. Следующая платформа развития человека — это платформа разума уже. Человек начинает интересоваться верой, развитием личности, работой над собой, молитвой. Платформа разума, молитва. Победа над судьбой, судьба, что такое. И высшая платформа развития — это духовная платформа. Духовная платформа означает, что человек пытается понять, что такое вечность, что такое Бог, что такое высшая любовь, бескорыстие, самопожертвование и так далее. Очень высокие взгляды у человека, идеалы такие глубокие в жизни. Человек не должен перескакивать, он развивается, как развивается. Чувствуешь, что зарядка тебе помогает развиваться, развивается с помощью зарядки, не парься. Хочешь попариться — попарься. Баня. Тоже развитие на этой платформе. Но если человек хочет высшей материи есть, а он там как бы не врубается, не будет никакого развития. Вот что тебя развивает, то и делай. Питание развивает, питайся, учись правильно, режим дня. Развивает движение — пошел бегать замечательно. Развивает дальше видение, понимание тонкого этого мира, его глубины. Хорошо, изучай это. Хочешь дальше понять, что такое верность, чистота, вера, молитва — иди туда. И хочешь понять, что такое вечность, глубина, высшая любовь, Бог — иди туда. Все нормально. Это постепенные этапы развития человека. Но, несмотря на эти этапы, никогда не помешает делать определенные вещи, которые просто практичны в жизни. Это очень практично, то есть это улучшает качество жизни. Например, если человек позитивно настроен, позитивно означает, всем счастье желает, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Он позитивно настроен. Что он получает в результате? Он начинает лучшее брать от людей, а худшее с худшим не контактирует. В результате он начинает наполняться. Позитивный настрой наполняет человека, негативный истощает. Позитивный настрой — это очень практично. Но чтобы позитивно настраиваться, надо себя включить, заставить. Очень важно знать, что большинство людей не дооценивают эту вещь. Потому что первоначальные усилия, которые над собой надо совершить, людям в основном недоступны. Они понимают, что самоконтроль для этого нужен. Если ты, допустим, где-то находишься, расстроился, негативно настроился, ты обесточен в это время. Если ты всем рад, позитивно настроен, ты наполняешься силой. Если ты не включил себя на позитивный настрой, не простил, не прощаешь, не просишь прощения, значит, тогда ты обесточен. Ну, то есть часто люди просто живут годами в этом обесточенном состоянии, начинают раком болеть, теряют бизнес, деятельность, отношения, все теряют. Позитивный настрой означает работа постоянно. Допустим, в метро зашел, я вот тренировался, изучал это. В метро захожу, все негативно настроены, нет энергетики, нет обмена. Люди, просто проехал 10 минут метро и как выжатый лимон стал, все, просто как тряпка, нет сил. Уже работать нет сил, потому что ты израсходовался, все. Я зашел в метро со своим другом, мы договорились с ним, что мы позитивно настраивались. Вот, и мы с ним начали там болтать, что-то разговаривать, улыбаться. И все рядом люди поменялись, они каждую стоят сюда.